Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Второзаконие» и сегодня мы будем читать 19 главу этой книги. Здесь содержатся законы о городах-убежищах. Что надо построить еще три города для совершивших неумышленное убийство. Также говорится о том, что нельзя передвигать границы своего земельного участка. То есть расширять земельный участок свой за счет других людей. И о свидетелях и лжесвидетелях. Чье свидетельство принимается на суде, а чье не принимается. И мы читаем с первого стиха и ниже. Когда Господь Бог твой истребит народы, которых землю дает тебе, Господь Бог твой, и ты вступишь в наследие после них и поселишься в городах их и домах их, тогда отдели себе три города среди земли твоей, которые Господь Бог твой дает тебе во владение. Устрой себе дорогу и раздели на три части всю землю твою, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, они будут служить убежищем всякому убийце. Имеется в виду всякий невольный убийца, который совершил непредумышленное убийство. Такие города уже были за Иорданом, а теперь уже на территории Святой Земли. И вот какой убийца может убегать туда и оставаться жив? Имеется в виду, что на Востоке были законы кровной мести. И убийцу, как правило, убивали его кровники, то есть родственники убитого. Они должны были пролить его кровь на землю, даже желательно в том месте, где он пролил кровь их сродича. И вот какой убийца может убегать туда и оставаться жив? Кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему вчера и третьего дня? Кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его стопором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо стопорища, и попадет в ближнего, и он умрет, такой пусть убежит в один из городов тех, чтобы остаться живым? Дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцею и не настиг его, если далек будет путь, и не убил его между тем, как он не подлежит осуждению на смерть, ибо не был врагом ему, то есть убитому ни вчера, ни третьего дня. Посему я и дал тебе повеление, говоря, отдели себе три города. Действительно, непреднамеренное убийство, это то, что называется чаще несчастный случай, это реальность, которая может случиться с каждым человеком. И закон Божий учитывает таковое, и таковой не считается убийцей в полном смысле этого слова. «Когда же Господь Бог твой распространит пределы твои, как Он клялся отцам твоим, и даст тебе всю землю, которую Он обещал дать отцам твоим, если ты будешь стараться исполнять все заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить путями Его во все дни, тогда к всем трем городам прибавь еще три города». То есть по мере того, как они будут осваивать уже всю землю. «Дабы не проливалась кровь невинного среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы не было на тебе вины крови». То есть по мере освоения земли, изгнания семи народов Ханаана, они должны были создавать такие города. Как правило, в этих городах жили левиты. Они окормляли этих людей, потому что те не могли выходить за пределы этих городов. «Но если кто у тебя будет врагом ближнему своему и будет подстерегать его, и восстанет на него, и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех, то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда и придать его в руки мстителя за кровь, чтобы он умер». То есть если известно, что этот человек враждовал с убитым, и после убийства, даже если он убежал в такой город, старейшины, опять же, выносят решение, это не самосуд, да, выслушав все показания, да, его можно казнить, и посылают, чтобы его забрать из этого города. «Да не пощадит его глаз твой, смой с Израиля кровь невинного, и будет тебе хорошо». Кровь, которая проливается, это, как в русском народе говорят, не водится, она напрасно не проливается, и она всегда вопиет к отомщению, как кровь Авеля праведного она вопияла к отомщению. Особенно кровь абортированных младенцев, она наводит проклятие на целую страну, потому что если это делается с согласием власти, то в некотором смысле все становятся участникам такого преступления. Мы, как налогоплательщики, участвуем в этом преступлении, остальные, которые не отменяют этот закон, разрешающий аборты, а другие, как непосредственные участники абортирования. Далее говорится о том, что нельзя передвигать границы своего земельного участка, потому что любое такое расширение и собственного бизнеса, и расширение земель, это всегда за счет кого-то. Вот сейчас ставка делается на крупный бизнес и уничтожается средний бизнес. А без среднего бизнеса не может возникнуть класс людей, которые действительно трудятся на своей земле и хотят зарабатывать. Богатство будет являться достоянием одиночек. Чаще это люди с двойным гражданством, с двойной совестью. Это все очень печально. Не нарушай межи ближнего твоего, то есть не ограничивай человека в его деятельности, в его работе. Межа – это общее понятие. Не нарушай между межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе во владение. То есть тебе Господь дает землю во владение, но ты знаешь, что тут есть участки, где человек имеет свое дело, или он земледелец, или он изготовитель кирпичей, или что-то еще делает. Нельзя, чтобы крупный бизнес подавлял средний бизнес, средний как бы подавлял мелкий бизнес. Каждый должен иметь право на то, чтобы зарабатывать своими руками и вести достойную жизнь, чтобы обеспечить благополучие своих родных и близких, своих детей, своих жен. И писание категорично по этим вопросам. Те, которые действуют таким образом, обогащаются за счет разорения других, они будут подвергнуты уничтожению. Далее о свидетелях и лжесвидетелях. Недостаточно одного свидетеля против какого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешил. То есть, если кто-то что-то говорит о другом человеке или о его преступлении или о его грехе или о его согрешении, это вообще никак не воспринимается. Это воспринимается при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей. Как здесь сказано, при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится всякое дело. Вот почему мы имеем не одно Евангелие, а четыре Евангелия. Это сверхмеры. Достаточно двух-трех свидетелей, а мы имеем свидетельство четырех. Матфей – свидетель, он самоочевидец событий. Марк писал Евангелие со слов Петра. Петр самоочевидец событий. Лука писал со слов Павла. Павел общался с Девой Марией и с другими апостолами, как он пишет в книге Галатом, и изведал о всех событиях. Это тоже достоверное слово. И Иоанн сам очевидец слова. Если выступит против кого свидетель, несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать. И если свидетель, тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделай ему то, что он умышлял сделать брату своему. И так истреби зло из среды себя. Друзья, вы поняли, о чем здесь сказано? Если кто-то обвиняет другого человека, например, в убийстве, суд доказывает, что он обвиняемый не убийца, убийцы называют вот этого свидетеля. И он отвечает по полной программе, его побивают камнями. Хотя знают, что он только лжесвидетель. Но он умышлял брату, чтобы его побили камнями. И теперь камни полетят в его сторону за такое умышление против ближнего своего. И любая клевета, например, человек ведет жизнь непорочную, но он допускает суждения о нравственности других людей. Когда он умирает с надеждой, что его жизнь была неплохая, вдруг с него спрашивают за те грехи, в которых он обвинял других людей. Нечестно, несправедливо. Это закон Божий. Потому что он зло умышлял на брата, это ляжет на него. Иногда зло умышляют люди, которые как бы борются за общую нравственность в церкви, в мире. Но в таком запале, комсомольском, я бы сказал, они не соблюдают норм закона Божия. Поэтому то, в чем они обвиняют других, оно, безусловно, ложится на них самих. Запомните, это 19 глава книги Второзакония с 15 стиха по 20 стих. Но главный тут стих 19. То есть, сделай ему то, что он умышлял сделать брату своему, и так истреби зло из среды себя, и прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди себя. То есть, говорить о грехах других, сами не являясь свидетелями. «Да не пощадит его глаз», то есть, такого сплетника, «да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, какой кто сделал вред ближнему своему, тем должен отплатить ему, или злоумышлял, наговаривая на ближнего своего». Получает по полной программе. Сегодня мы окончили чтение 19 главы. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, будем читать 20 главу. Подписывайтесь на библейский портал «Экзагет», чтобы вовремя получать сообщения о новых беседах.